Добрый вечер. 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 Ну что, еще минутку подождем и начнем. Добрый вечер. 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 откуда можно приходить с собственным уже каким-то открытым бизнесом или с идеей, и через такую программу ее, собственно, развернуть, чтобы наделать как можно меньше ошибок, и чтобы сразу сделать все хорошо. Либо, когда у вас уже зрелое бюро, возможно, подкрутить какие-то процессы и сделать его эффективно работающим. Вот, в общем, вот эти вот две программы в ближайшее время будут. Одна вот уже в июне, а вторую мы будем запускать осенью. Но сейчас ее, конечно, активно и собираем. И, конечно, уже хотели бы, чтобы вы тоже посмотрели и, возможно, себе где-то поставили на будущий сезон в программу обучения. Вот, теперь я, наверное, перейду уже непосредственно к тому, почему мы здесь собрались. Спасибо, что послушали рекламную интеграцию. Смотрите, мы действительно, когда думали про то, как нам сделать, подогреть такой интерес к тому, как архитектурный бизнес должен работать. Мы подумали, что вопрос, который чаще всего сейчас бывает, это окей, я, возможно, более-менее разобрался, что здесь в России, а что там дальше. Да, у нас вот за последний год появились новые дружественные страны. У нас есть какая-то категория людей, которые релацировались в старые дружественные страны. Ну, в общем, как-то мы понимаем, что российский архитектор, он вдруг проник в какие-то даже совсем отдаленные точки на карте мира и что-то там делает, да, и как он это делает, и что там происходит. Вот эти вот темы мы как раз на серии таких вебинаров про новые рынки и обсуждаем. И у нас уже была первая серия. В прошлой серии у нас был Амир Идиатулин из бюро IND, и он рассказал про свою, я бы сказала, международную экспансию, да, такой прям у него несколько офисов в разных странах, и в том числе он достаточно как бы так интересно коснулся рынка Эмиратов. Но его опыт, скорее как бы опыт человека, который иногда туда приезжает. Но сам рынок Эмиратов, он, безусловно, всех волнует. То есть это вот у нас каждый клиент, я бы хотела бы там что-нибудь сделать. Вот, и я подумала, что почему бы не спросить об этом у тех, кто там уже живет, кто там находится, кто там уже какую-то деятельность ведет. Вот, поэтому так получилось, что вот мы в декабре развиртуализировались с Дашей и Сергеем, познакомились как раз в Дубае. И у ребят действительно есть что сказать, как бы полагаясь и на собственный опыт, и, вероятно, даже на какие-то предположения, что там можно поделать, если ты еще там не живешь или только собираешься. Ну, в общем, будем рады, если сегодняшний рассказ вас к чему-то сподвигнет. И начнем мы с такого обзора, скорее, рыночного, который для нас подготовила Дарья Минеева. И, в общем, по ходу мы будем задавать друг другу вопросы. Вы тоже свои готовьте и пишите в чат. Мы хотим, чтобы у нас такая максимально бодрая, теплая дискуссия сегодня случилась. Даша, вам слово. Катя, спасибо большое. Всем добрый вечер, Сергей, Никита. Рады тоже вас очень видеть. Сегодня на большом расстоянии мы находимся, географическом. У меня будет такой короткий экскурс. Вообще, основной род моей деятельности в Москве был связан с двумя вещами. Один большой блок, как Никита уже сказал, связан с реконструкцией и с новой жизнью старых территорий. То, к чему мы придавали смыслы и искали где-то в истории какие-то отпечатки и намеки о том, что бы могло быть дальше. С другой стороны, я всегда занималась продуктом. Из архитектуры я ушла в сторону девелопера. Мне было интересно понять, как же устроено все от самого начала до практически продаж. И вот, оказавшись в Эмиратах, мне также стало интересно посмотреть на эту культуру, на этот пласт с точки зрения той истории, короткой истории, которая есть у Эмират. И уже на почве этого, на почве своего опыта посмотреть на продукт, который они сейчас делают. И в том числе подумать и поговорить с вами об этом. У меня будет несколько слайдов. Сейчас включу экран, и мы по ним пройдемся. Потом буду рада ответить на вопросы. Так, минуточку. Секундочку, секундочку. Вот, отлично. Начнем с такой лиричной первой фотографии, которая для меня стала какой-то, знаете, зацепкой за то, что все-таки в этом есть какая-то поэзия в том, что происходит в городе, в Эмиратах, в Дубае. Это одна из первых фотографий 70-х годов. И башня торгового центра, World Trade Center, первая встала на главную улицу Дубая, это Шейхзайт Роуд, улица Небоскребов, вдоль которой, соответственно, идет ветка метро. Эта улица идет вдоль берега. И вот этим образом, который мы видим на этой фотографии, Эмираты и Дубаи впервые заявили о своем намерении построить город будущего для американских и европейских рынков. То есть это такой некоторый образ того, что писали в СМИ, то, что писали таблоиды о том, что пустынное место, как и любое другое в городе, может быть наполнено смыслом. И в эту башню и шейх, и правящие семьи, они вложили столько сил, энергии. Это стало таким образом будущего города, отлитым в бетоне, где еще не было самого города, но тем не менее эта башня говорила о том, что он здесь появится, и он точно будет не таким, каким он был, и каким вы привыкли его видеть. Фотография 70-х годов. В 71-м году Эмираты только объединились и стали полноценной страной. Поэтому, когда мы… Сейчас, минуточку. Если мы перенесемся в сегодняшние дни, то прошло всего 52 года. И это, конечно, удивительно. Мы живем в стране, в городе, жили с невероятной историей. И здесь ты оказываешься в городе, которому всего полсотни лет. Мне даже было интересно, я специально провела исследование. Есть прекрасная книга «История городов будущего». Я ее вам советую почитать. В том числе она касается и Дубая. И здесь идет прямое сравнение с Петербургом, потому что это города будущего, это города, которые были построены по воле одного человека. Так же, как был построен Петербург. И для сравнения, есть гравюры 50-летнего Петербурга, есть карты 50-летнего Петербурга, где уже стоит Зимний дворец. Это время правления Елизаветы, дочери Петра. И это тоже удивительный город, на который можно посмотреть. Вот примерно ровесники города. Это Дубай сегодня и Петербург елизаветинского времени. В начале 18 века, как раз 1703 год, Петр массово выписывал западных специалистов, как говорит автор этой книги, потому что он хотел сделать новый Амстердам. Сегодня Дубай, Эмираты. И вообще, поскольку мы сегодня говорим шире не только о этой части, но и о регионе Мена, Миндл-Ист, то в целом эти страны активно работают и прибегают к советам консультантов. И сейчас туда идет невероятный поток всех возможных знаний, технологий. Они скупают все, что им кажется интересным. Особенно это касается современных технологий, искусственного интеллекта, космоса. И вот такого рода вещей. Сегодня Дубай стал, конечно, гораздо больше. Если тот, о котором мы говорили в самом начале, это первая зона, это зона старого города, то что ценно здесь сейчас, что город градостроительно разделен на пять больших блоков. Как вы видите, он расположен вдоль моря. Большая береговая линия еще регулярно увеличивается с помощью насыпных островов, которые увеличивают площадь и увеличивают поверхность соприкосновения берега с водой. Соответственно, когда говорится, что Дубай станет на 40% больше пляжей или в 100 раз больше пляжей, как обычно, значит, эти крупными мазками, это не значит, что береговая линия станет длиннее или город увеличится. Это говорится о том, что насыпные острова эту линию сформируют. Соответственно, каждая из этих зон, чем она интересна? Тем, что за ней закреплена либо юридическая какая-то юрисдикция, это касается некоторых фризон, тематических зон, в которых расположена компания, либо каких-то пунктов развития. То есть город не моноцентричен, и когда говорят, что там, где ты живешь, если вы летите там кто-то в одной части, кто-то в другой, это не значит, что кто-то живет на окраине. Это значит, что просто человек, выбирающий себе место жительства, выбирает какое-то окружение, какую-то тему, в которой хочет находиться. И здесь ценно, что это касается в большой степени новых девелоперских проектов, потому что появление какого-то магнита в одной из зон моментально подтягивает за собой интерес и провоцирует рост рынка недвижимости в этой зоне. То есть если мы сегодня говорим, что вот у нас там исторический город, это зона 1, ну практически там никто целенаправленно сейчас не стремится жить. Однако вот есть зона 4, которая кажется, что она самая далекая. Однако в ней расположены будущий крупнейший порт. Здесь расположена зона Экспо. Здесь сейчас идут разговоры о том, что будет строиться самый крупный аэропорт в мире, превышающий поток даже существующего аэропорта в несколько раз. И как только выпускается эта информационная какая-то такая информация, соответственно, ты понимаешь, что район будет расти, развиваться, и что там интересно находиться, строить и в будущем жить. И в этом, конечно, особенность Дубая, что ты не перестаешь слышать какие-то новости про каждую этих зон, никакая из них не забывается. И ты думаешь, ну что еще могут придумать? Но, тем не менее, это все происходит, развивается. И план 40-го года, который считается то, к чему идет развитие, он, собственно, предусматривает увеличение зелени, увеличение устойчивого развития, практически приведение к нулю выбросов углекислого газа в среду за счет строительства и формирование вот этих вот пяти центров. Тут будет такая краткая, кратководная о том, вообще, как работают здесь застройщики. Очень интересный подход. Изначально, поскольку нужно было работать большими мазками, то город отдавал своим государственным девелоперам, это называется мастер-девелоперы, большие районы. И каждый район, он чем-то был интересен. Какой-то район стал Бурж-Халиф, Дубай-Мол, да, торговый такой туристический центр. Какой-то район, как Марина, стал туристическим центром, куда приходят лодки. Но как только город начал развиваться в пустыню, то здесь также появляются новые темы. И вот это, например, один из крупнейших застройщиков. Территория Бай вокруг большого парка, застройка, которая очень ценится здесь, потому что, конечно, в пустыне зелень не так часто, да, она только искусственно появившаяся. Второй застройщик, на мой взгляд, ценный, это застройщик, который работает в том числе с насыпными островами Мираз. Они также расположены в развлекательной зоне. Здесь построено колесо обозрения. И можно увидеть, что остров, поскольку заявка на достаточно высокий класс жилья, то работают, конечно, с мировыми архитекторами на стадии концепции и заказывают, соответственно, и проекты, и инженерку, и генпланы, бюро, которые представлены во всем мире. Вот мы здесь видим как раз эту часть насыпного острова и террасированную застройку из жилых домов, которые все развернуты к морю. Очень ценится зона Джумейра. Это одна из старых зон Дубая, где никогда не продавали жилье не гражданам Эмират. И вот тот же застройщик Мираз все-таки выделяет некоторые зоны для строительства. Соответственно, это такие очень европейские кластеры, начиная с 7 этажей, но где-то до 14. То есть Дубай – это только про небоскребы. Мы здесь видим виллы. И вот эта застройка, совершенно привычная европейскому глазу, с зеленым центром внутри. Есть и другие застройщики. Это частный застройщик. Но здесь просто хотелось показать о том, как застройщики работают с инфраструктурой. Это не двор, это уровень стелобата и, соответственно, башни, которые из него вырастают. Вот эта инфраструктура только для жителей этого дома. Еще есть крупный игрок на рынке премиум сегмента. Это компания «Амнияд», которая в целом работает только с знаковыми архитектурными бюро. Для них это брендинг, имя. Они работают с Фостером на нескольких объектах. С Захой вот это здание было построено опус, в котором расположена гостиница «Ми». И, соответственно, здесь они ценят и говорят о том, что мы дали Захе все от архитектуры до интерьера каждого номера и апартамента. Поэтому в целом рынок построен таким образом, что очень много знаковых объектов, как жилого фонда, так и общественного, дается исторически английским и американским бюро, потому что Эмираты дружественны с Великобританией по причине своих исторических событий. Они были такой... Это не часть, не провинция. Это просто одно из протекторатов Великобритании. И поэтому у них очень крепкие отношения с английскими банкирами, которые находятся здесь, и они, собственно, заказывают эти проекты. В этом удобно работать. Большое количество новых проектов, новых застройщиков пробуют работать с другими архитекторами. Но что здесь интересно, что настолько четкая система европейская проектной документации о том, что концепция и дальше проектная документация и рабочая документация очень часто бывают отданы в разные руки, соответственно, передается под конец уже той компании, которая все это строит местной. При этом сама типология жилья, она очень... Интересно посмотреть, что она достаточно унифицирована, причем просто до миллиметра, до какой-то такой машинной совершенно планировки, к которой... Иногда сложно придраться, потому что она просто выверена застройщиками до миллиметра. То есть это такой дом-машина, где очень четко типология, метраж, комнаты, квадраты. И здесь идет игра только в то, что это может быть какая-то новая типология, то есть какой-то там хаус, это двухуровневый апартамент. Но если мы берем простые квартиры, то это такие очень-очень четкие структуры. Тут хотелось бы сказать, что все это подчинено одному единственному документу, который называется Dubai Building Code. И в нем представлено, как в нашем СНИПе, как СП, требования по всем разделам, по всем типологиям, начиная от архитектуры, заканчивая всеми разделами нашей стандартной по 87-м проектной документации, то есть и инженерка, и смежные разделы, все они представлены, требования к ним, вот в Dubai Building Code. Причем, как только мы его открываем, там написано, что эти требования, они обязательны, и они сделаны на основе лучших примеров мировых, с которыми мы знакомы, но они не являются пределом. Если вы хотите что-то улучшить, то пожалуйста. То есть если вы хотите как-то добавить, например, лид или брим стандарт к дому, он не учтен в этом Dubai Building Code, но при этом это будет преимуществом для дома. Это экологические стандарты, которые часто в некоторых муниципальных зонах освобождают застройщика от выплаты налогов на землю. То есть если вы строите дом с очень высоким качеством стандарта и пониженными выбросами, то в дальнейшем вам будет легче и дешевле его эксплуатировать. То, что касается продукта, здесь вообще отдельная, конечно, большая тема. Сегодня я захватила буквально вот там парой картинок. Это для понимания стоимость такой квартиры порядка 260 тысяч рублей за метр. Если говорить, что входит в этот метр, в этот метр входит отделка. Будет в этом случае здесь будет все, даже мебель. Обычно в квартире в Дубае это кухня, это встроенные санузлы, электрика, кондиционирование. Соответственно, в доме точно будет присутствовать бассейн, потому что он есть вот в этом как раз в дубайском коде, как обязательный. И в случае, например, этого дома здесь еще клубная комната с бильярдом, зона для того, чтобы заправлять электрические автомобили, встроенный коворкинг, двор, детская площадка, бассейн на крыше и полностью укомплектованный фитнес-зал. Естественно, в каждой квартире требования по одному или двум машиноместам. То есть для понимания цены, что мы получаем за ту же цену в других городах мира, то, конечно, вот картинка, которая не самая дешевая, не самая дорогая, но такая как бы какой-то один из вариантов, который можно посмотреть. Сопоставимая, например, с какой квартирой, не знаю, в Москве? Я вот даже, мне стало интересно, я посмотрела в Москве, ну, есть в поселке Московский в новостройках квартиры с сопоставимой площади на 65 метров за сопоставимые деньги 260 тысяч рублей за метр, естественно, без отделки, естественно, без дополнительных зон, без парковочного места. Без бассейна? Без бассейна. Спасибо. Да, ну и вот в том, что, например, в премиуме точно всегда ценится везде по миру, всегда есть бренд-бук тех компаний, которые представлены как минимум в инженерном оборудовании, да, когда вы знаете, что у вас будет установлен лифт такой-то фирмы, да, с чем сейчас сложности, да, какие-то вот, когда сбиваются поставки, то, что вы знали, что вот у вас будет там лифт Коне, да, или Тисон, вы знали, или там, или у вас будет там какого-то вагонного завода лифт. Ну, это некоторый бренд-бук, да, того, что у дома происходит. Когда квартира сдается с отделкой, то есть требования, соответственно, к электрике, к выключателям, к конечным устройствам, сантехническому оборудованию, и покупатель на это смотрит. Здесь мы видим, что техника Bosch с смесителем JC и Гроя, это достаточно хорошие смесители, и, соответственно, встроенное оборудование Samsung, даже какой-то Mac туда ставят 24 дюймовый. Вот, но может быть, это все-таки в каворкинг-зону поставят его. Вот, поэтому с этой точки зрения очень интересно, когда мы общаемся и сравниваем продукты России и здесь, да, очень интересно посмотреть на то, как там это преподносится, чему можно поучиться, что можно привнести в это, потому что есть своя специфика в качестве строительства, да, за что иногда, что иногда вызывает вопросы, потому что есть компании, которые строят очень хорошо, но это значит, что у них большой, большая очередь для того, чтобы, да, они могли построить ваш дом. А есть, когда берется более простая рабочая сила, которая, возможно, делает что-то первый раз в жизни и тогда вот вызывают какие-то есть вопросы к качеству исполнения, хотя, конечно, все чаще вижу, что все-таки качество все лучше и лучше становится. Вот, я думаю, что тут можно закончить, перейти к вопросам, если они есть, или я передаю слово Сереже. Я загрузила и книжку, и еще какие-то пункты в Телеграм, поэтому, если вдруг кому-то было интересно, то я там поделюсь презентацией и тоже буду готова ответить на вопросы. Это как раз твой Телеграм продукт. Класс, спасибо большое. Даш, скажи, пожалуйста, вот это я показывала карту, ты сама в каком районе живешь и сколько по времени уже? Сколько живу по времени или я живу? В каком и как давно ты переехала? Я живу во втором районе или я живу на границе второго и третьего района, вот где-то так. И это очень удобно, потому что мне в целом до всего примерно 20-25 минут, то есть нету такого, что ты куда-то добираешься там три часа. То есть самое большое расстояние по Дубаю, ну, вот зона один в зону четыре, ну, наверное, там 35 минут, Сереж, да, где-то вот проехать. Час. Час? Час. Ну, я думаю, что час на самом деле. Ну, я как-то выигрался из этого аэропорта во вторую зону, порядка часа это занимало. Ну, от времени суток зависит, но тем не менее. Большой город. Ну, вот для какой-то жизни, такой жизнедеятельности в целом вот в районе 25-30 минут все, что нужно есть, это не пешеходная доступность, то есть это сразу можно сказать, что сейчас такие темпы, они были, такие темпы роста города, конечно, возможны только с погрешностями, погрешностями того, на что-то не хватило силы, на что-то не обратили внимания. Здесь упущенные пешеходные зоны, но сейчас активно стоит этот вопрос, вот тут, по-моему, даже какой-то был пункт о том, что в общем, в мастер-плане 20-40 точно есть большой пункт о том, что увеличивается пешеходная и велодоступность города, это целевая программа, это будет сделано совершенно точно. То есть это не то, чтобы просто план 20-40, а это руководство к действию? Да, они к этому так относятся. А у нас здесь вот есть такой вопрос, интересный на самом деле, было бы интересно разобрать Абу-Даби, так как его развивать сейчас активно. И вот в связи с этим у меня вопрос, а Дубай-то насколько сейчас активен в плане захода как рынок отдельно этот город. Ну, Абу-Даби это вообще я могу говорить бесконечно, мне кажется, не хватит сегодняшнего эфира. Это, ну, если сравнивать очень-очень условно, очень притянуто за уши, это как Москва и Петербург. Вот, они настолько разные. Абу-Даби это самый дорогой и самый богатый Эмират, он самый большой. Там правящая семья, там президент, там все, что как бы все деньги, основные Эмират, они находятся там, да, все знают эту историю о том, чтобы достроить Бурж-Халифу, шейх Абу-Даби дал деньги, поэтому башня названа Халифа в честь владельца соседнего, да, шейха соседнего Эмирата. И то, что они сейчас развивают Абу-Даби, но Абу-Даби развивается совершенно другими технологиями. То есть Дубай это деньги, торговля, это медицина и, наверное, такая портовая логистическая основная задача. То есть туда всегда будет целевой поток людей приезжать именно для этой цели. Абу-Даби это Эмират, у которого есть возможность вкладывать в самые дорогие архитектурные проекты и собирать себе жемчужины. То, что они сейчас делают на острове Содият через 3-4 года, но это станет таким фельбау, умноженным в несколько раз. Это действительно уникальная точка. там все музеи мира, там образование, хотя Дубай тоже очень подтягивает международные вузы, но они все-таки больше в сторону бизнеса. То, что будет находиться в Абу-Даби, это сейчас уже Сорбонна, насколько я знаю, там будет Беркли, музыкальная школа и все, что связано с искусством, лучшие музеи современные и современного искусства. Первый открылся Лувр, но это не конец всей этой истории. Поэтому Абу-Даби прекрасный, красивый, там больше природы, потому что там мангровые леса, это такие растения, которые растут из-под воды на островах. вот, Дубай точно будет развиваться и несмотря на все звоночки, что где-то в других Эмиратах, там, где-то казино, где-то что-то еще, уже настолько разогнал этот поток всего, что, чем он будет привлекать, да, это такая очень работающая бизнес-модель, поэтому, конечно, Дубай это как такая огромная корпорация, которая просто будет работать и будет развиваться. То есть работа есть. А вот еще, смотри, спрашивают тоже ребята, развиваются ли другие города помимо двух упомянутых? Да, вот мы с Сережей ездили в соседний Эмират Шаржу, который считается, то, что он считается один из самых скромных Эмиратов, зато он больше всего одно, ну, там больше всего ценности к культурному наследию к тому, что они имеют, да, поэтому это скорее про такой арт такой как бы из того, что есть, когда берется максимальная ценность. Развивается зона в горах, где можно, ну, есть еще такой Эмират, который более отдален от моря, там природный такой заповедный, более природная заповедная тематика, и они рассматривают это как развитие агротуризма, соответственно, агроиндустрия, фермы, какие-то эко, на гидропонике невероятные сооружения инженерные, которые позволят с одной стороны там и воду добывать, с другой стороны выращивать то, чего раньше пустыня не предполагала, поэтому, да, развивается очень, ну, просто туда реже доезжают на сегодняшний день, но все это не забывается и не откладывается. Ну, хорошо, я думаю, что мы еще оставим блок под вопросы после того, как мы еще послушаем Сергея, потому что, конечно, самое интересное, что вы оба еще порассказывали, а как же добраться, чем заниматься, вообще, какие есть возможности для простого российского архитектора. Даш, спасибо огромное. Спасибо. Так, теперь, наверное, Сергей Небутов беру новое, начнет тоже со своей презентации, и Сереже, я попросила немножко, как бы, иначе нам сегодня рассказать, чем, как бы, Дашина повествование, потому что у Даши такое овервью, да, мы вообще как бы посмотрели на сам город, как устроено, какие-то типологии, на то, что там происходит, а Сережа тебе нам расскажет, и как же, вот, как раз-таки, будучи независимым, небольшим бюро, да, без каких-то, там, не знаю, глобальных планов по масштабированию, тем не менее, выйти на этот рынок и попробовать что-то там сделать. Ну, и я попросил, чтобы он начал вообще с истории, потому что мы все-таки помним, что у нас тема как раз про как бюро устроено, будет здорово, если немножко ты откатишься, а как вообще все началось, чего же, что же такое новое, и как оно вот в 23-м году сейчас существует. Спасибо. Да, Катя, спасибо, Даша, да, его в какой-то момент мне, я понял, очень не хватало ранее, вот, но, да, попробуем тогда по ходу. Всем добрый вечер, да, меня зовут Сергей Небызов, я вот сооснователь, один из партнеров архитектурного бюро «Новое». Немножко расскажу про нас. Мы, ну, как бы, как сказать, наверное, камерного формата бюро, не очень публичного формата бюро, и занимаемся мы в основном такими социокультурными проектами, какими-то смыслами через архитектуру. Вот. Бюро наше появилось в 2013 году, то есть в этом году, в конце года нам будет 10 лет. Вот. В целом, как бы, мы, наверное, без каких-то больших там взлетов и катастрофических падений достаточно ровно, как бы, так, плыли по течению, да, занимались той повесткой, которая возникала вокруг нас с точки зрения проектов, которые нам близки и интересны. Вот. То есть, вот, как Катя обозначила, у нас не было какой-то конкретной стратегии или бизнес-плана, а скорее, как бы, это все-таки бюро, которое изначально основали три архитектора, и основали они вот для того, чтобы, ну, как бы, развиваться творчески, скажем так. Вот. При этом, за эти 10 лет мы сделали достаточно большого количества разных проектов, и, как ни странно, с достаточно обширной географией. То есть, конечно, безусловно, большинство наших проектов, это проекты на территории России, но при этом мы успели поработать и в Северной Америке немножко, и в Европе, и в Китае, и в Индонезии, и сейчас вот для нас новый регион, это как раз Мена, Миддл-Ист и Норс-Африка. Ну, соответственно, как бы, пытаемся разобраться, что там происходит. Вот. Бюро наше занимается, как я сказал, общественными проектами. Начинали мы с временной архитектуры, достаточно рано начали заниматься общественными пространствами. Большой такой трек, наш любимый в бюро, это выставочная архитектура. Всех, кстати, приглашаю в ГЭС-2 на выставку «Краткая история отсутствия». Она открылась не так давно. Наш бюро занималось выставочным дизайном этой выставки. Вот. Немножко мы занимаемся общественными интерьерами. Какое-то время тому назад начали заниматься уже, скажем так, архитектурой большой, невременной. Вот. Ну и поднакопив опыта осуществлять определенный консалтинг как услугу. Вот. Несколько наших проектов, которые, может быть, вы знаете, потому что мы не так много где-то публикуемся. У нас не очень развитые социальные сети. Собственно, это вот павильон, так называемый павильон будущего в Иксе. Он публиковался на нескольких российских сайтах и в журнале «Проект Россия» это павильоны в Астане для Экспо 2017 года. И вот в прошлом году как-то в прессе достаточно активно освещалось такое предварительное открытие арт-резиденции уже в городе Викса. В этом году он открывается уже в полном формате. Если соберетесь на фестиваль арт-Викса, добро пожаловать. Это очень интересный проект в целом с точки зрения такого прецедента по сохранению локального регионального модернизма и перепрофилирования его в культурный центр и в одной из лучших не постесняюсь арт-резиденций в России. Немножко расскажу про историю нашего бюро. Собственно, в 2013 году партнеры бюро объединили свои усилия и успехи в виде победы в двух достаточно важных конкурсах на тот момент. Надо понимать, что 10 лет тому назад рынок такой современный рынок архитектурный он только, мне кажется, зарождался и привычные и понятные какие-то механизмы зарождения архитектурного бюро они только тестировались такими компаниями, как наша. И еще ряда наших коллег, которые приблизительно в 2012-2013-2014 год начали самостоятельную практику. Собственно, один из конкурсов это премия Авангард. Она как раз в 2013-м году прошла в последний раз. Премия названия лучшего молодого архитектора России. Эту премию выиграла Настя Грецкова в соавторстве Стане Лешихиной. И второй конкурс достаточно важный. Это частная инициатива, хотя премия Авангард это тоже была частная инициатива. Второй конкурс это программа поддержки молодых архитекторов, которую инициировал Центр современной культуры, тогда еще не музей, а гараж, собственно, который переехал в Парк Горьба в тот момент, во временное здание, проектированное Шигерубаном. Это был конкурс на временный павильон летний рядом с павильоном Шигерубана. я был в команде победителей и эти два наших проекта потом мы с Настей и Таней объединили в наш портфолио и это стало неким трамплином к тому, чтобы развиваться дальше. Собственно, сама идея создать бюро была экспериментом, мы не ставили каких-то целей, мы хотели начать самостоятельную практику, мы к этому и относились как к открытому эксперименту. Наверное, до сих пор к этому так и относимся, но тем не менее уже набрались опыты и пытаемся этим больше управлять. Собственно, к этой встрече я попробовал проанализировать на самом деле некий наш путь, как развивалось наше бюро с точки зрения тех проектов, которыми мы занимались, вообще откуда они брались. Опять-таки в 13-м, 14-м, 15-м даже году, наверное, еще не так сильно были развиты социальные сети, и в этом плане какую-то рекламу или рассказ о себе ты с большим трудом мог сделать. В целом, скажем так, рынок молодой архитектуры, он только-только появился, то есть такой запрос на молодую кровь, он, мне кажется, в году в 12-м возник, и мы как раз попали, наверное, под этот запрос. И, собственно, я просто начал собирать эту схему с точки зрения того, что как какие-то знакомства и связи нас приводили к тому или иному проекту или к тому или иному новому знакомству, которое приводило нас к другому проекту, и как аккумулировались эти проекты. достаточно большая аналитическая работа проанализировать проекты за 10 лет, которых, мне кажется, больше 200 штук, поэтому я осилил первые 3-4 года работы нашего бюро, и то в таком предварительном формате. Но, что самое интересное, что я понял, что тот нетворкинг, который мы на базе победы в двух конкурсах собрали в первые два года работы, он до сих пор работает на наше бюро. То есть большинство проектов, которым мы занимаемся, они так или иначе связаны с теми людьми, с которыми мы познакомились тогда, или за время работы и знакомства у нас уже сложились тесные партнерские связи, и, соответственно, эти проекты и работы продолжаются. Да, было такое время ярких конкурсов, мне кажется, многие, ну, есть какое-то количество московских именно бюро, которые вот как раз в то время очень хорошо взлетели на это. Да, что хотел еще к этому добавить, что мы с тех пор в конкурсах не участвовали. Ну, я немножко, конечно, утрирую, мы, безусловно, в каких-то конкурсах участвовали, но, скажем так, мы это делали, честно говоря, с небольшим каким-то желанием, потому что как будто бы отношение к конкурсам у нас немножко поменялось, хотя, ну, как бы несколько конкурсов по приглашению закрытых мы выиграли, и действительно, как бы это стало какой-то вехой, ну, в том числе, допустим, павильон будущего в Иксе, это был закрытый конкурс, который нас пригласили кураторы фестиваля «Восемь линий», вот, и, собственно, там, благодаря этому проекту мы занимались после этого четыре года арт-резиденцией в Иксе, и очень счастлив этому проекту, вот, или, например, там, закрытый конкурс на интерьерного магазина КМ-20 в Столешниковом переулке, тоже был закрытый конкурс по приглашению, и для нас был достаточно потом большой проект, вот, соответственно, ну, такие вот точные моменты случались, но в остальном, как бы, в открытых конкурсах мы участие принимали, по-моему, пару раз, как бы, не получили большого удовольствия, честно говоря, и больше фокусировались на конкретных проектах, которые, как бы, ну, как бы, всегда каким-то потоком к нам приходили, вот, что я хотел сказать, что с этой точки зрения, что, ну, как бы, до, наверное, текущего момента наше бюро, оно, как бы, плыло по течению жизни, да, как бы, и вот за счет некого сарафанного радио, которое всегда, как бы, исправно работало, как бы, занималось достаточно интересными для себя проектами, то есть, как бы, это удача, стечение обстоятельств или, там, не знаю, какие-то другие моменты, мне сложно сказать, но просто это, как бы, всегда было так, и мы, как бы, немножко к этому привыкли. Соответственно, чуть-чуть позже вернусь к этому еще моменту, собственно, через этот нетворкинг, как бы, наше бюро, собственно, в том числе, участвовал в каких-то международных проектах, я про несколько хотел рассказать. Собственно, один такой долгоиграющий проект, это чемпионаты мира по шахматам. В 2015 году нас пригласили разработать, скажем так, некий стандарт, архитектурный такой гайдлайн по организации пространства чемпионата мира по шахматам. Это может звучать немножко странно, но на самом деле это достаточно непростая оказалась задача с точки зрения различных потоков и некой логики самого процесса, и того, что часть этого турнира проходит ориентирована на зрителей, которые приходят оффлайн, но при этом большое внимание уделяется тому, как это транслируется онлайн. Это был тоже такой эксперимент. Мы сделали первый проект по чемпионату по быстрым шахматам в Берлине и с тех пор стали специалистами единственными в мире, кто понимает логику такого рода мероприятий и до 2020 года занимались всеми чемпионатами мира. Благодаря этому мы делали чемпионаты и в Нью-Йорке, и в Лондоне, несколько раз еще раз работали в Берлине, в Риге, в Израиле, в Иерусалиме, в Пальма-де-Майорке, в Москве. И все города сейчас сложно вспомнить. Но, собственно, это был большой опыт, потому что, собственно, чемпионат состоит из нескольких шагов. На первом этапе играются предварительные игры, и в основном для этих чемпионатов мы делали удаленную работу для небольших площадок организовывали пространство. После, соответственно, этого этапа происходит полуфинал. Это уже более важное значимое событие. Обычно для этого события мы ехали вместе с командой организаторов, подбирали площадку, после разрабатывали проект, потом ехали, соответственно, курировали застройку. В таком же режиме, но более ответственно еще и более масштабно происходил сам финал. И это позволило нам набраться опыта взаимодействия с различными подрядчиками в разных странах, понять тоже специфику, особенности, тонкости, сложности и набраться опыта. Другой наш проект, это, собственно, который тоже пришел нам через сарафанное радио, как ни странно, хоть это масштабный и такой значимый проект специализированного экспо, который проходил в Астане в 2017 году, собственно, нас изначально позвали разработать тематические павильоны, тематические, потому что у этого экспо была общая большая тема, она была посвящена энергии. Собственно, это такие образовательные павильоны, которые рассказывают про возобновляемую энергию солнца, воды и ветра. Они были снабжены еще образовательными элементами, ну и, собственно, заполняли центральный радиальный бульвар, который объединял все выставочные павильоны, и там вы могли отдохнуть, зарядить телефон, который, собственно, энергию получал от работы водной турбины или ветрогенератора, вот, что-то узнать, с кем-то пообщаться и просто отдохнуть. Вот. Пока мы работали над этим проектом, нас пригласили разработать еще несколько проектов для Экспо. Это, собственно, центр современного искусства, Астаны, проект, который только запускался в рамках Экспо, то есть это была новая институция, для них мы сделали пространство первого этажа вместе с совместной экспозицией музея-гараж и построили буквально за месяц. Мы построили для них еще образовательный такой павильон, многофункциональный даже, скажем, павильон, в котором просто дополнительная образовательная и не только программа как бы у них проходила. Собственно, благодаря этим проектам мы познакомились с определенным количеством людей, которые нас пригласили работать в Казахстане. Собственно, начиная с 2017-2018 года мы около трех лет работали на рынке Казахстана, то есть из этих проектов у нас в городе Астана на проспекте Мангелик-Ель достраивается офисное здание iPlasa, это вот проект 2018 года, в таком состоянии сейчас находится. И за это время мы сделали какое-то количество концепций, сделали большую исследовательскую работу, связанную с развитием территорий школ города Астаны, какое-то количество мастер-планов и проектов развития территорий. За три года мы очень устали от казахстанской специфики ведения бизнеса, и собственно после этого этот рынок покинули. Но надеюсь не навсегда. в 2021 году нас позвали опять-таки через сарафанное радио наши друзья на Бали разработать проект культурного центра на вулкане Батур. Это один из двух священных вулканов острова, Агунг главный вулкан, где живут боги, и Батур. очень красивое природное место, которое должно было стать визитинг центром и центром культуры этого региона. Собственно мы в 2021 году этим проектом занялись, и в 2022 году, когда началась какая-то турбулентность в нашей стране, мы поехали туда этим проектом заниматься плотнее, почти полгода чуть меньше прожили там, в таком режиме арт-резиденции, погружаясь и в культуру глубже, и в контекст занимались этим проектом. Этот проект еще жив, он потихонечку продвигается, мы надеемся, что в какой-то момент он реализуется. И соответственно в 2022 году уже ближе к осени, когда турбулентность в нашей стране начала усиливаться, я вот решил поехать в Дубай, собственно выбор был таким, выбор направления был таковым, потому что опять-таки в Дубае уже находилось какое-то количество наших знакомых, близких друзей и партнеров, с которыми мы работали все это время. У нас уже был проект на тот момент активный в Дубае, он у нас начался в июне прошлого года, и собственно так как про этот рынок я много слышал, но честно говоря я никогда его не изучал, было интересно в него погрузиться, скажем так, вживую и понять вообще как он работает, что он себя представляет и какие дает возможности. Собственно за наверное полгода даже не за полгода, за три месяца пребывания такого постоянного сентября по декабрь какого-то активного нетворкинга, знакомств и работы. В целом это была такая активная волна наших соотечественников, которые приезжали в Эмираты и чаще всего остановились в Дубае. Некоторые из них уже находились там какое-то время, и большинство из них, так как все-таки это такая инвестиционная почва город, хотели запускать тоже какие-то свои бизнесы, которые у них хорошо работали в других странах или в России, например, или в целом остановились с инвесторами, партнерами каких-то бизнесов, работающих там, то многим нужны были архитекторы для того, чтобы разрабатывать эти проекты, и вот нескольких таких проектов мы собственно успели сделать, это в основном проекты интерьерные, чем мы в меньшей степени занимались до 2022 года в России, например, но как некий кейс, на котором мы могли бы отработать и понять специфику вообще рынка, найти партнеров, скажем так, с точки зрения реализации или поставщиков, это для нас были важные возможности, и мы за них безусловно взялись, и вот все три проекта, которые мы за это время успели сделать, как бы они в реализацию, к сожалению, по разным причинам не пошли, это тоже было достаточно иллюстративно, потому что многие соотечественники наши, кто попытался запустить бизнес на определенном этапе, это решение меняли, потому что все-таки Дубай это куда более сложный и требующий больших инвестиций такая среда, и это многих смущало или заставляло идти пересчитывать бизнес-план, как бы перепроверять риски и уже с большей уверенностью возвращаться к тому или иному проекту, потому что стройка в Дубае она дороже и очень много согласований и каких-то платежей, которые ты должен делать еще до того, как начнешь что-то строить, и это, соответственно, раздувает стоимость строительства, а пока как бы опыт у всех он больше как бы привязан к российскому рынку. Хотя в чистом виде наверное стоимость реализации она как бы близка наверное к тому, который есть на рынке наверное в Москве, скажем так. После Нового года мы занимались более долгосрочными проектами там тоже через наших знакомых, которые какое-то время уже работают на этом рынке и соответственно имея какие-то связи и больше понимания как он устроен и больше уверенности в своих проектов смогли познакомиться с такими клиентами. К сожалению, эти проекты я не могу показать в чистом виде, они у нас в таком как бы блюре, но немножко про них расскажу и что это за специфика проектов. Собственно, это проекты не интерьерные безусловно это архитектура и она как бы ближе к тому чем мы занимались и любим заниматься собственно это культурно-образовательный такой характер два этих проекта имеют. Один это музей и мы здесь больше занимаемся в рамках инвестиционного проекта, который наши коллеги разрабатывают как бы разрабатываем к идее музея некое архитектурное приложение, которое добавляет некую амбицию и описывает как вообще этот проект мог бы формализоваться и быть устроен, организован и в целом проект будет продаваться вместе с его музейной архитектурной составляющей. Для нас с одной стороны это возможность немножко размяться и я хочу сказать что это достаточно важный момент, потому что почти все это время 10 лет мы работали в России мы занимались проектами, которые не имели огромных колоссальных бюджетов, чаще всего нужно было проявлять изобретательность и за небольшие деньги создавать какие-то уникальные и по опыту и по внешнему виду пространства, то здесь соответственно у тебя нет никаких ограничителей и блоков, ты можешь творить как собственно наверное последний раз я проектировал будучи студентом и это определенная ломка, которую ты должен преодолеть, поэтому благодаря этим проектам немножко удалось раскрепоститься, вспомнить то, что есть свободное архитектурное творчество. Вот, да, эти проекты для нас это небольшая разминка и для нас это очень важный для портфолио кейс, который показывает, что мы тоже в этом регионе и в этом контексте имеем какой-то опыт работы. Вот, второй проект он меньшего масштаба, он образовательный, это павильонная архитектура и он более широкого, скажем так, географического охвата, то есть это не только Арабские Эмираты, это вот наверное Global South так называемый регион, то есть в этот регион входит и Индия, даже наверное как бы Индонезию можно туда включить и Южная Америка и собственно весь африканский континент. Вот, и здесь мы больше как бы отрабатываем технологию и конструкцию, то есть в этом проекте подключены конструкторы и инженеры и соответственно здесь мы как бы учимся тому, как это работает и какие нормы и какие возможности конструктивные применимы в этой широкой географии такого южного региона, потому что все-таки опять-таки климатически мы привыкли работать наверное ну хоть и в достаточно широком климатическом охвате России, но как бы там нам понятно как это происходит и что нужно предусматривать здесь климат для нас абсолютно уникальный и когда летом плюс 50 практически как сейчас то свои технологии ты должен понимать как это все работает потому что например в Дубае есть такая проблема с тем что здания горят из-за того что горит проводка она горит потому что она иногда не справляется с температурным режимом снаружи вот поэтому здесь очень сильно за этим следят и инспектируют вот собственно сейчас вот мы находимся в таком режиме и плавно готовимся наверное к следующей осени когда собственно деловой сезон в Дубае в самом этом регионе снова будет более активным сейчас из-за климатических особенностей здесь определенные затиши происходят вот собственно на данном этапе мы пересобираем наш портфолио переводим все тексты готовим сайт и как раз вот спустя год некоторого присутствия изучения анализа знакомства каких-то ошибок проб и небольших успехов мы хотим попробовать ближайшей осенью собственно сделать второй подход к снаряду но уже с большей подготовкой и пониманием что нужно и что мы можем предложить вот собственно все спасибо большое спасибо огромное мы так хотели еще между собой подискутировать но у вас такие классные связанные рассказы были что это в общем было совершенно лишнее скажи пожалуйста серёж вот эти вот проекты которые у тебя там 22-23 год кто там заказчики русские да мы пока работаем только с русскоговорящими клиентами вот потому что все-таки выход на клиента скажем арабского собственно требует тех подготовительных процессов которые мы параллельно сейчас осуществляем пока что мы как бы на тех выхлопах того нетворкинга который у нас был да мы уже поняли что это наш главный инструмент да наш главный как ни странно оказалось умеете вы его как-то правильно настроить у меня такой вопрос к вам обоим наверное вот сейчас у вас уже есть какой-то опыт вы там понимаете как этот рынок более-менее устроен изнутри если человек вдруг вот сейчас только собирается туда выезжать как-то свою деятельность там разворачивать что бы вы посоветовали уже с учетом того что вы много чего знаете ну давайте попробуем начать ну мне кажется во-первых терпение потому что вот скажем так я разделил свой опыт на две главы моего присутствия там собственно до нового года и после нового года до нового года мне казалось что это наверное по инерции по тому опыту который просто у меня сформировался в России что чем больше ты вкладываешь усилий тем быстрее ты получаешь результат а на деле оказалось что почему-то ну может быть опять-таки это какая-то моя специфика мой конкретный опыт что чем больше ты вкладываешь в этом регионе усилий тем дальше от тебя результат вот собственно после нового не делай ничего там есть момент вот некой такой расслабленности особенно наверное вот с точки зрения арабского клиента ну то есть как бы есть разные фазы да как бы и вот наверное первая фаза она очень спокойная и очень как бы не здесь важно не передавить скажем так потому что какая-то настойчивость или навязчивость настырность да она как бы здесь в меньшей степени ценится но если уже как бы дошло дело до дела то вот эта настойчивость и как бы целеустремленность да как бы некая стабильность в том что ты стремишься добиться цели она как бы уже ну как бы становится неким залогом дальнейшего партнерства вот поэтому наверное терпение здесь точно потребуется потому что ну вроде тебе кажется что все идеально вы друг другу подходите как бы твои возможности и их запросы но почему-то как бы не происходит какого-то начала и ты уже не понимаешь что нужно сделать чтобы оно случилось на самом деле нужно чуть-чуть подождать и оно потом происходит все само ну собственно у нас так же и случилось то есть после нового года я просто взял какую-то паузу решил посмотреть если ты не будешь ничего делать произойдет ли оно само ну и собственно вот случились два проекта которые мы сейчас сделаем и ну как бы это намного более релевантные для нас релевантные кейсы и намного более полезные вот и я надеюсь что они просто как бы будут реализованы рано или поздно чего мы тебе и желаем Даша а у тебя какие советы вновь пребывающим ну во первых наверное основной совет это не думать что вы последний человек который впрыгивает в последний вагон потому что этот состав он только только начинает вообще двигаться развиваться и идти куда-то и это очень интересно за этим наблюдать потому что ты находишься в какой-то среде где ну на мой взгляд наоборот очень много что кипит очень несмотря на то что есть специфика да некоторой медлительности все происходит в целом медленнее чем ты можешь предположить но при этом происходит очень много всего интересного классного и вот оно прямо собирает здесь квинтэссенцию людей которые заряжены и вот за счет заряда все равно что-то происходит поэтому не думать в общем что как-то в последний вагон что там сейчас последние минуты что уже все только начинается я например это заметила на специфике мы делали тут образовательную программу связанную с архитектурой и если в Москве ты приходишь к застройщику и говоришь что вот мы образовательная институция хотим с вами пообщаться хотели бы чтобы посмотрели ваш кейс в России по опыту европейских коллег это нормальная практика действительно люди архитекторы ходят смотрят города а здесь этого еще нет здесь они не понимают как на что здесь вообще можно смотреть это же просто дом ну то есть еще вот это куда же образовательная культура она еще не успела просто оформиться да в какую-то хотя там появляются какие-то уже клубы разговоры да какие-то сообщества но это настолько зачаточная стадия да какая очень это и в этом очень интересно быть потому что вот я например сравнила Петербург да Елизаветы и Дубай сейчас вот ну как бы это вот это молодой город очень молодой и молодая страна поэтому точно не бояться если чувствуете в себе силы то точно это делать вот второй наверное важный момент о чем я думала сказать но как-то это все не ложилось в презентацию как раз может быть на вопросах это ценно проговорить мне кажется что сейчас время коллабораций время взаимодействия с кем-то кто может быть уже здесь оказался или может быть кто просто локальный представитель да здесь то есть искать вот эти вот точки пересечения быть гибким быть открытым к тому что несмотря даже на тот опыт который мы имеем в нашей стране здесь он отличается он будет отличаться и придется меняться придется что-то узнавать изучать принимать для себя вот то что а я еще не все знаю да это тоже такой момент коллаборации очень интересный и важный и ну наверное вот про тренды думать потому что город сейчас действительно про эти тренды про устойчивое развитие про ресайклинг про технологии про ну вот все эти модные слова которые well being все это действительно начинает переводится на русский язык начинает здесь как-то оживать мне кажется что вот думая об этих ценностях можно делать классные проекты потому что здесь это востребовано и здесь есть почва о чем разговаривать да то есть находясь в этих трендах ты можешь поговорить с аудиторией которая к этому уже готова насколько как бы вот открытость потенциальных заказчиков они готовы к диалогу как вот их где их можно найти кстати вопрос тоже такой найти что лучше для этого использовать очень тут такой тонкий момент наверное зависит от заказчика рекомендации чьи-то наверное да надо искать кто мог вырекоменовать может быть как Сережа сказал сарафан ради его спасала может поняли да от всего здесь наверное тоже о нем можно можно сказать составить такой вот майндмэп как нам Сережа показывал например кто куда кому может привести ну то есть все равно какая-то должна быть где-то хотя бы персона с которой более-менее знакома которая дальше по цепочке может вам как-то сделать этот вход на рынок да серон хочешь что-нибудь сюда добавить спасибо большое добавить что в целом такая среда в городе что она ну как бы располагает к очень быстрому обмену ну какими-то контактами связями что ну я так для своего опыта и ради интереса посещал какие-то мероприятия в том числе вот на Big Five ходил большая отраслевая выставка и архитектуры и там где мне было интересно например мне было интересно технологии 3D печати зданий там был стенд с французской компанией которая представляла технологию мы проболтали на часа полтора с ними вот обменялись контактами и уже в какой-то момент я договаривался со своими на тот момент клиентами с которыми мы делали галерейное пространство что все панели мы сделаем как бы на технологии этих ребят вот и эти ребята уже были тоже готовы к тому что они это будут делать вот ну да вот эти коллаборативные практики они здесь очень востребованы и найти как бы партнера на проект или в целом для работы в этом регионе достаточно несложно то есть это вот другая опять-таки среда она очень такого рыночно-ярмарочного характера то есть там все с другом знакомятся и в целом ну надо понимать специфику ну как бы что больше или порядка 80% населения города это экспаты это люди которые туда приехали и они приехали туда ну для того чтобы там прожить всю свою жизнь и встретить счастливую старость они приехали туда по своим каким-то бизнес-причинам то есть все это население города оно как бы это как бы люди которые делают тот или иной бизнес на этой территории вообще поэтому очень легко на самом деле да видимо находить общину просто Дубай и Арабские Эмираты не надо воспринимать как ну в привычном нам виде государства это корпоративная территория вот я как бы назвал бы это у Даши тоже я это слышала это такая большая корпорация да да и как бы ты можешь ну условно говоря это большой каворкинг со своими правилами поведениями да как бы и как бы со своей какой-то таксой за то что ты там находишься вот но при этом как бы внутри это свободная среда ты можешь там работать ты можешь знакомиться общаться взаимодействовать обмениваться создавать как бы продавать и так далее вот поэтому это все достаточно просто вот тут дальше вопрос да что вы что вы готовы предложить ну я думаю достаточно быстро поймете насколько это там востребовано как нужно подтвердить что он работал спасибо огромное давайте посмотрим есть ли у нас еще вопросы так друзья активизируйтесь смотрю у нас есть участники но вопросов пока нет ну мы можем немножко подождать да так собственно у вас у обоих получается планы там остаться и как бы продолжать ассимилироваться даша какие у тебя планы старость наверное нет все-таки встречать как Сережа сказал старость тут никто не планирует встречать хотя я знаю много историй где люди говорили что приезжают на год а потом вдруг находили себя спустя 10 лет окружив себя домом собаками детьми и всем с этим связанным школами я сейчас сложно говорить мне кажется что Дубай отличный вот я просто недавно готовилась когда к лекции перечитывала историю городов будущего и там про Амстердам Амстердам который лег в основу Петербурга а сейчас Дубай это города которые поняли что иногда перепродажа приносит больше денег чем производство чего-то то есть это абсолютно такой логистический транспортный хаб то что они сейчас развивают портовую зону аэропорты лишний раз это подтверждает да из Дубая можно долететь в любую точку мира почти без пересадок ну то есть в целом сейчас не так много таких мест где это происходит именно в таком порядке мне мне это нравится мне это привлекает поэтому это дает возможность здесь оказываться в короткий за короткий промежуток времени очень большому количеству классных людей на несколько дней либо надолго но ты практически как бы находишься на этой пересадке как знаете там с радиальной на кольцевую вот перейти где-то вот Дубай вот это место и в этом есть некий шарм интересно не знаю на сколько нас хватит спасибо серёж я-то пока живу на два города сейчас с вами встречаюсь из дачи в Калужской области вот поэтому мне интересно ну как бы динамика и амбиция региона и наверное регионом я называю что-то больше чем Дубай и даже больше чем арабские минераты потому что совсем рядом находится Саудовская Аравия и собственно проект НИОМ про который я думаю многие уже слышали и это не единственный какой-то такой невероятный девелопмент который там происходит то есть мне интересно хоть и случайно это произошло да как бы вот соприкоснуться с вот с тем моментом когда зарождается что-то новое что собственно как-то новое да название нашего бюро есть какой-то набор наверное моих внутренних интересов архитектурно профессиональных есть там определенный опыт потому что ну какой-то момент я учился в Колумбийском университете в Нью-Йорке и это тоже как бы на будущее очень ориентированное образование вот и оно мне здесь очень здесь в Дубае очень помогает да как бы понимать вообще повестку и понимать как бы их подходы и ценности вот и ну вот как бы неожиданно для себя да как бы какие-то вещи здесь пересеклись и дают какой-то новый эффект вот поэтому пока что вот да в режиме наверное там на два города я наблюдаю готовлюсь пробую вот и предполагаю что что-то может действительно получиться и ну как бы не отрицаю что в режиме либо там с большим фокусом на на этот регион как бы буду здесь находиться хорошо у нас есть вопросы Сереж, можно я тебе попрошу закрыть презентацию не забыть что она открыта да да ага вот теперь вы покрупнее да хорошо так смотрите мы помните с вами как раз говорили было бы здорово и про всякие там визы уже какие-то такие более житейские вещи и вот у нас вопрос какой прожиточный минимум и какое время нужно на адаптацию ну минимум наверное в месяц я предполагаю что да хотя бы какую-то вилку так не знаю Даша может тогда ты это объяснешь я точно не про прожиточный минимум я поэтому это не моя экспертиза мне сложно сказать а по сути ты адаптировалась мне кажется я даже до сих пор не адаптировалась хотя уже прошло много времени но полгода было прям тяжело так Даша у нас замерла да прям совсем как-то было непривычно это я думаю что это специфика любого радикального изменения в жизни что полгода год нужно для того чтобы пережить изменения психологии 10 месяцев они отводят обычно Сережа может быть ты какой-то минимум скажешь ну примерно хотя бы сколько стоит квартира в общем по-разному во-первых рынок сам дорожает плюс еще наверное момент когда я оказался в Дубае как-то вопрос поиска жилья жилья стал острым он был соприрован с тем что чемпионат мира по футболу проходил в Катаре и собственно многие болельщики жили в Дубае ежедневно в Катаре потому что в Катаре недостаточно было инфраструктуры и отелей и в целом там в Катаре сухой закон а в Дубае как бы разрешен поэтому цены на квартиру выросли в разы ну я наверное попробую таким образом ответить на вопрос тут сложно привести цифры потому что ну как бы у всех по-разному стандарты какие-то жизненные выстроены в Дубае порог входа ну как бы выше чем в Москве вот я первое время как бы когда меня тоже об этом спрашивали пытался ориентировать таким образом что ну как бы там минимальная цена на такси такая же как на такси там комфорт плюс в Москве ну то есть представьте что вы просто на комфорт плюс ездите всегда может быть вы привыкли ездить на экономе там не знаю за 300 рублей но теперь будете ездить на комфорт плюс за там не знаю 500 рублей потому что другого нет вот что там какое-то питание в кафе которых много разных но как бы минимальная стоимость у вас будет как будто бы вы в Москве сходили в кофеманию вот условно говоря хотя это может быть там самое простое как бы обычное кафе вот и соответственно дороже вот но в целом да когда ты чуть-чуть лучше уже там ориентируешься ну как бы ты понимаешь как что устроено как бы вполне есть какой-то общественный транспорт есть какое-то количество разного типа магазинов где тоже можно покупать продукты готовить дома есть рынки на рынках ты можешь найти себе каких-то поставщиков которые будут сами привозить тебе все там раз в неделю свежее домой это будет дешевле чем покупать в магазине вот ну и в целом как бы Дубай это город город доставки он очень похож в этом плане на Москву вот все что угодно можно откуда угодно получить вот поэтому ну ох мне сложно переходить в какую-то конкретную категорию ну в общем готовьте можно можно снимать комнату за пять тысяч за две с половиной тысячи нет за пять тысяч дирхам это около ста тысяч рублей там можно снимать квартиру за 12 тысяч дирхам тоже зависит от типа дома района это будет ну приблизительно полтора-два раз дороже чем в Москве вот все чуть-чуть дороже чем в Москве по крайней мере на первых парах точно так будет потом уже можно как-то это настроить спасибо вот вопрос Сергею каких проектов больше всего в Дубае вы делаете а потом сразу вопрос к Даше а Даша вообще какими проектами занимается что делает Даша повторю то о чем рассказал в презентации мы сначала как бы начали с интерьерных небольших проектов что как бы не то чтобы как бы релевантная какая-то наша история вот но на них проще быстрее отработать какие-то кейсы и получить опыт вот соответственно сейчас мы занимаемся архитектурными проектами концепциями двумя вот связанными с музеем да и с образованием так Анташа да тут хороший вопрос мы сейчас рассматриваем Дубай как площадку откуда ну в том числе в связи с логистикой можно работать с разными рынками вот поэтому могу сказать что не обязательно иметь проект здесь в Дубае да но вести бизнес можно отсюда это очень удобная хорошая локация и архитектурный и какой-то такой консалтинг и дизайн в общем мы все еще в поиске конкретного такого ниши да чем здесь именно здесь будет применимо но я думаю что это сформируется тоже в какое-то ближайшее время но у тебя есть еще и вот российские тоже конечно да да есть тоже работодатель или как это правильно да где ты работаешь но просто на удаленке получается ну в целом да да эти проекты но сейчас уже все практически у нас в команде на удаленке поэтому это такая распределенная команда по всему миру спасибо пускает ли россиян в девелопмент вот тут я наверное ну тут все просто во-первых не так много каких-то притеснений я бы сказала что я особо вообще не сталкивалась с какими-то притеснениями по национальному признаку а вот кстати по гендерному еще один по гендерному я думаю что мужчины более даже притеснены в чем-то потому что вагоны метро в которых может зайти женщина не может зайти мужчина а то что касается ощущения женщины в Дубае я могу сказать что безопаснее я себя не чувствовала никогда в жизни ну то есть это самое безопасное место вообще которое ты себе можешь представить то есть вот это недавно была статистика буквально вчера что-ли прочла что Дубай снова стал в каком-то рейтинге самым и этот самый это по количеству забытых вещей но это же сразу же количество эти же все вещи точно к тебе вернутся то есть это просто люди настолько расслаблены что забыть телефон можно несколько раз да и тебе он точно там ты его найдешь забыть кошелек ну такого рода да вещи это очень безопасно и в плане ощущения себя как женщины тоже достаточно комфортно если ты не хочешь в купальнике голая по улице то ну как бы никаких вопросов не может случиться ну и раз уж мы на площадке школы марш последний наверное вопрос ценится архитектурное российское образование я думаю это вопрос наверное студентов что им делать сереж ты что думаешь я считаю что абсолютно ценится потому что ну я за это время познакомился с каким-то количеством архитекторов здесь и хочу сказать что ну как бы тот ну российское образование оно немножко разное тоже может быть но в целом как мне кажется с ним абсолютно уверенно себя здесь можно чувствовать и у меня есть какое-то количество знакомых которые устроились в архитектурной компании ну мои знакомые более молодые да кто устроился работать в архитектурной компании в Дубае вот и соответственно как бы их навыки были очень высоко оценены как бы на собеседовании когда мы показывали тоже в поисках каких-то партнеров в архитектурной среде у нас было несколько встреч показывали наше портфолио ну как бы достаточно живой отклик на какие-то технические моменты как там репрезентованное или начерченное или там скомпонованное и так далее то есть в этом плане я считаю что у нас отличная школа как бы и ну как бы та непростая среда в которой у нас архитектор как бы зарождается и потом как бы практикует она очень сильно тебя воспитывает и дисциплинирует с этим как бы уже намного проще в такой чуть более расслабленной среде работать как вот в Эмиратах где в общем-то все дозволено то есть ты уже как бы четче все выстраиваешь поэтому да Даша добавишь что-нибудь ну я хочу добавить может быть какую-то ложку дегтя в это хотя я согласна с тем что конечно школа сильная и ребята кто с хорошим портфолио точно совершенно будут востребованы здесь есть специфика того что очень конкурентный рынок и рынок с специалистов с международными дипломами то есть с большей вероятностью ты встретишь человека с MBA чем без него ну в бизнес среде например и такого же рода и в других областях соответственно вот есть некоторый такой порог того что там получился за границей хорошо да это это действительно важная галочка то есть как бы с нашим образованием в плане качества того материала который мы можем показать да это будет уже за конкретный продукт того что ты показываешь вот пожалуйста я вот я умею это делать вот я это делаю прекрасно и вот как бы с этими навыками с этими уже наработанным опытом это очень ценно но но если просто говорить о том что где-то будет написан Гарвард а где-то будет написано что-то еще ну просто об этом что-то еще никто не знает Гарвард знает вот поэтому я могу сказать что это есть и ну тут люди которые да получили несколько высших образований в лучших университетах мира если это арабы то они скорее всего умеют водить самолеты владеют корпорациями и ну как бы кембриджским дипломом да да это будет сто процентов человек который отучился Оксфорд Гарвард Кембридж пожил за границей и имеет представление о том что такое вообще в мире происходит спасибо ребят правда очень интересно и вот нам пишут наши зрители что им тоже было любопытно спасибо огромное за ваше время и за шикарные красивейшие презентации отдельные спасибо всегда архитектор делает потрясающую презентацию я вам желаю чтобы все у вас там сложилось неважно как бы в той или в иной стране и будем рады узнавать как там еще через год может быть подарим какую-нибудь встречу вы расскажете нам еще какие-то новости с этого прекрасного региона и хорошего вечера хороших выходных спасибо Катя спасибо Сергей хорошего вечера спасибо за приглашение спасибо